МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «День города» на ваших экранах в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Рязань удобна для проживания, но лучше бы отсюда уехать. Таково отношение жителей к родному городу. Мнение относительно повышения тарифов ЖКХ и благоустройства городских улиц в материале нашего корреспондента. 19 медалей на двоих. Сестры-близнецы привезли в Рязань рекордное количество призов в соревнованиях по карате. Водался теленок с дубом. В Рязани, наконец, появится музей Нобелевского лауреата Александра Солженицына. Открыть огонь. Полицейским пришлось обстреливать автомобиль, чтобы задержать дерзкого нарушителя правил дорожного движения. Правительство России утвердило индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2016 года опубликовано на официальном портале правовой информации. Больше всего тарифы вырастут в Москве на 7%. Среди лидеров также Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Наименьшая индексация предусмотрена традиционно для некоторых кавказских республик. В частности, в Северной Осетии этот показатель составит 2,5%. В Рязанской области коммуналка вырастет на 3,9%. Между прочим, Рязань заняла 20-е место в рейтинге 38 крупнейших российских городов по качеству жизни в 2016 году. Его составил и распространил финансовый университет при правительстве России. Первое место заняла Тюмень, опередившая Грозный, Казань, Санкт-Петербург и Томск. Замкнули список Волгоград, Тольятти и Махачкала. Согласно опросу, 78% рязанцев полностью или в основном довольны жизнью. 86% считают областной центр удобным для жизни, но 96% хочет в ближайшие два года переехать. Наша съемочная группа провела собственный опрос жителей города. Скажите, пожалуйста, вы довольны жизнью в нашем городе? Полностью. Что больше всего нравится? Все. Ну, я город свой обожаю. Мне все нравится. Мне нравятся люди. Мы все равно здесь добрые, хорошие. Хотелось бы больше, возможно. Ну, в принципе, да. Скажите, пожалуйста, вы довольны жизнью в нашем городе? Ну, да. Все устраивает? Устраивает. А что больше всего нравится? Ну, я не знаю. Дороги не нравятся. Дороги, конечно, в плохом состоянии. А так все нормально. Скажите, пожалуйста, а вы довольны жизнью в нашем городе? Ну, в принципе, довольна. А вот то, что там ЖКХ обещают повысить, никак не расстраивает? Ну, может быть, и расстраивает, но мы на это повлиять никак не можем. Если можно было бы повлиять. А место жильства никогда не хотели поменять? Ну, в принципе, нет. Меня все устраивает. Люблю Рязань. Да, очень довольна. Все нравится? Все устраивает? Да. Вы довольны жизнью в нашем городе? Нет, конечно. А что вас больше всего не устраивает? Работы нет. В городе грязь. А я не местный, я только что приехал, можно сказать. Хорошо. Ой, ой, ой. А тогда расскажите, как вот наш город вам? Ну, пока на вид-то вроде ничего. Мы выходим-то пять минут по нему только. Мы из Екатеринбурга. Пошли смотреть ваш собор. Довольны ли вы жизнью в нашем городе? Очень. В Шацком районе экипаж ДПС, преследуя водителя, нарушившего ПДД и игнорирующего требования об остановке, применили табельное оружие. Чтобы остановить автомобиль нарушителя, пришлось прострелить три колеса. Инцидент произошел во вторник около четырех часов утра в Шацком районе на 344-м километре автодороги Москва-Челябинск. Дежурный экипаж ДПС заметил автомобиль Лада Прирора, который нарушил правила дорожного движения. Лада Прирора превысила установленную на этом участке дороги скорость. Законное требование об остановке водитель Лады проигнорировал и попытался скрыться от сотрудников полиции. Инспекторы ДПС на служебном автомобиле со включенной цвета звуковой сигнализации начали преследование нарушителя, который, пытаясь скрыться, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, чем мог спровоцировать аварийные ситуации. Тогда сотрудники ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Шацкий приняли решение о применении для остановки транспортного средства табельного оружия. Полицейские сделали из табельных пистолетов Макарова один предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам Лады Прироры. Водитель автомобиля, 40-летний житель Республики Чувашия, был доставлен в отдел полиции. У водителя-нарушителя взяты анализы крови на предмет употребления наркотических средств. Применение оружия было признано правомерным в соответствии с пунктом 1, части 3, статьи 23 Федерального закона о полиции. Бороться с нарушителями правил дорожного движения сотрудникам госавтоинспекции иногда приходится хитростью. Увидев патрульную машину, даже самые наглые водители создают видимость законопослушных. Едва проехав мимо, снова забывают о правилах. На такой случай у инспекторов есть свой метод. Проезд на красный сигнал светофора и поворот не из того ряда. Сегодня в Рязани прошел рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения среди водителей маршруток. На них регулярно поступают жалобы от пассажиров и пешеходов. Однако полосатого жезла сотрудников ГИБДД и их дежурного автомобиля водители не увидели. Наблюдение проводилось скрытно с помощью камеры видеофиксации, которая была установлена в неприметной машине. На маршруте данные транспортные средства мы не останавливаем. Сделано это для того, чтобы не задерживать граждан, которые торопятся на работу по своим делам. За час на одном перекрестке фиксируется около десятка нарушений. Каждый из них – это риск для здоровья пассажиров, пешеходов и других водителей. Чтобы штраф нашел своего обладателя, инспекторы ГИБДД должны ответить на три главных вопроса. Когда и во сколько произошло нарушение? Эту информацию фиксирует камера. И кто был за рулем? Дело в том, что маршрутные транспортные средства каждое утро проходят предрейсово-медицинский осмотр, также предрейсово-технический осмотр. Им выдается путевой лист, в котором указана фамилия, имя, отчество водителя, который в этот день на данном маршруте работает. Соответственно, другого водителя на данном маршруте быть в этот день не может. Нарушители выписывают штраф и приглашают на разъяснительную беседу. Подобный способ профилактики аварий достаточно молод, но уже широко применяется на особо опасных участках. Например, на перекрестке улицы Ленина и Свободы. Водители маршруток забывают, что нельзя ехать на красный свет. На пересечении Первомайского проспекта и улицы Коширина они не знают движения по полосам, а в Канищево не боятся пересекать двойную и сплошную. Когда пробки большие, например, с утра, они просто вот так вот разворачиваются по сплошной двойной, объезжают и везут по другому маршруту. Несмотря на это, пассажиры разделились на два лагеря. Те, кому не нравятся нарушения правил, и те, кто готов с ними мириться. Большинство из них, они профессиональные водители, способные достаточно хорошо ездить. То, что они выполняют сложные маневры, это не считается нарушением. Люди спешат, они спешат. Бывает. Так как я люблю опаздывать, то мне побыстрее бы желательно. Однако стоит помнить, что резкие маневры могут привести к авариям и доставляют множество дискомфорта пассажирам. Многие пассажиры просто там даже падают друг на друга, и как бы даже женщины заходят, и он их дверь уже как прижимает. Падение пассажира в автомобиле также является дорожно-транспортным происшествием. И оно также фиксируется с помощью сотрудников госавтоинспекции. В последнее время контроль за водителями маршруток ужесточился, и пассажиры заметили приятные изменения. Сейчас даже стало так, как-то мягче они стали ездить, потому что раньше иногда бывало, ну, как бревна говорят, везут. Сейчас стало намного даже как-то лучше, что ли. Профилактические мероприятия проводятся регулярно, а за соблюдением правил дорожного движения водителями общественного транспорта теперь следят не только сотрудники ГИБДД, но и высокие технологии, чтобы каждый был уверен, что вернется домой целым и невредимым. Полицейские снова изъяли контрафактный алкоголь. На этот раз у злоумышленника было 10,5 тонн подделки. Теперь преступнику грозит до 5 лет лишения свободы. В городе Сасово полицейские изъяли из незаконного оборота более 10,5 тонн контрафактного спиртного. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с коллегами из отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России Сасовский пресекли реализацию фальсифицированной алкогольной продукции. Как выяснили полицейские, 45-летний житель города Сасово в гаражах, оборудованных под складские помещения, хранил в целях сбыта фальсифицированную алкогольную продукцию, маркированную поддельными акцизными марками. Из незаконного оборота изъяли 10,5 тонн поддельного алкоголя, образцы которого направлены на экспертизу. В настоящее время полицейские устанавливают все каналы реализации контрафактного спиртного. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ожидают его лишения свободы на срок до 5 лет. 19 медалей привезли сестры-близнецы с соревнований по каратэ, прошедших в Грузии. Рязанские спортсмены хорошо известны в стране и за ее пределами. Особенных успехов удается достичь нашим землякам в единоборствах. И отличаются здесь не только представители сильного пола. 19 медалей на двоих. Их такое количество не часто зарабатывают даже сборные команды. Однако это удалось сделать юным сестрам Старцевым на соревнованиях, прошедших в Батуми с 11 по 13 ноября. Глядя на этих хрупких девочек, ни за что не подумаешь, что с раннего детства они занимаются ничем иным, как каратэ. И все эти многочисленные медали, заработанные ими, именно в этом виде спорта. В этот раз они поделились с нами секретом своего успеха. Постоянные очень по многу тренироваться и стараться на каждой тренировке. Ну а такое невероятное количество медалей, заработанных в ноябре этого года, девочки объясняют тем, что в Грузии они попали на сдвоенные соревнования. Там проходил и чемпионат Европы, и Кубок мира. Кроме того, Вика и Ника участвовали во всех возможных категориях. Ну и практически во всех они получили медали. Гордятся юными спортсменками их тренеры Рамиль и Елена Сакаева. И, конечно же, гордится ими мама, которая сопровождает дочерей на каждое соревнование и является, пожалуй, самым непредвзятым судьей. На соревнованиях Грузии, конечно, можно было выступить и лучше. Так уж, честно говоря, у нас не все золотые медали. Но, конечно, девочки старались по максимуму. То есть 19 из 20 возможных категорий. Ну, наверное, это неплохой результат. Плохо, конечно, что были бронзовые медали, серебряные. Но, где была такая возможность, они действительно выкладывались, они занимались. И, несмотря на то, что мы приезжаем на несколько дней раньше, чтобы посмотреть город, что-то узнать о стране, вот эти дни мы в любом случае тренируемся. У каждой из сестер свои сильные и слабые стороны. Так, например, Вероника – котистка. Небольшой рост дает ей преимущество в выполнении именно этих упражнений. Самое важное – сосредоточиться и сделать на максимум. Если ты этого не сделаешь, ты не выиграешь. А вот Виктория сильнее в кумите. Опять же, благодаря росту. Потому что я там самая высокая была. То есть мне легче заработать очки. А в ката мне не очень было удобно и хорошо, потому что у меня длинные ноги и плохо проседать. Как бы то ни было, результат 19 медалей говорит сам за себя. Кстати, с начала учебного года это уже не первое соревнование. И, конечно же, далеко не последнее. Впереди девчонок ждут состязания в солнечной Италии. Нам же остается пожелать сестрам удачи и новых высоких наград. На музей Солженицына в Рязани потратят более 2,5 миллионов рублей. В Рязани объявили конкурс на создание научной концепции музейного центра. Деньги на разработку концепции поступят из федерального бюджета. Согласно документам закупки, центр создается с нуля для популяризации наследия лауреата Нобелевской премии. Он будет располагаться в здании культурного памятника «Дом Салтыкова-Щедрина», который находится по адресу улицы Никола Дворянская, дом 24, дробь 42. При этом заказчик уточняет, что говорит стоит не о музее Солженицына, а о музее современников и читателей-писателя. Уроженец Кисловодска в 1957 году, пройдя тернистый путь, Солженицын переехал в Рязань. Недавний политический заключенный, учитель физики и математики, начал свою жизнь в этом городе с поисков работы. Еще в 41 году он окончил физико-математический факультет Ростовского университета, а во время ссылки в Казахстане успел поработать учителем математики. И здесь, в Рязани, он сумел устроиться на работу в качестве учителя физики и астрономии во вторую школу. Сейчас это гимназия номер два. Учителем он был от Бога, его коллеги и ученики до сих пор вспоминают о нем с теплотой. Александр Исаевич требовал внимания, был сам очень тактичен с учениками, но строг. И, например, такие нетрадиционные для того времени формы урока, как колоквим, зачет, очень напоминали вузовскую программу и были не совсем привычны для школы. Но ребятам очень нравились. Во второй гимназии, как и в Рязанском государственном университете, есть музей, посвященный Солженицыну. Поскольку Александр Исаевич провел много времени в Рязанском регионе, написал здесь много трудов, здесь его считают родным. И новый музейный центр, посвященный Солженицыну, в доме Салтыкова-Щедрина, обещает быть востребованным. При создании экспозиции принципиальным является опора на все наследие Солженицына. Предметом экспонирования становится не его биография, как таковая, а слово и дело писателя, помогающие понять прошлое России. В окончательном счете, в скором времени должна быть предоставлена концепция, в которой будут рекомендации по формированию коллекции музея, предложения по использованию мультимедийного оборудования, план по продвижению музейного центра и дорожная карта проекта. Подать заявку на конкурс по созданию научной концепции музейного центра можно до 2 декабря текущего года. Планируется, что до конца ноября 2017 года работа должна быть выполнена. После этого проект пройдет обсуждение в Министерстве культуры Российской Федерации. На этом у меня все. Смотрите новости и авторские проекты на нашем сайте город62.тв. Присоединяйтесь к сообществу телекомпания «Город» в социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мы стараемся узнать и рассказать вам самые интересные новости. Желаю вам хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин